В Красноярске открылась новая модернизированная библиотека, уже седьмая с начала реализации масштабного проекта. В ней появилось множество новейших книг, комиксов и даже настольных игр. Насколько обновилась библиотека имени Белинского и жителям какого района в ближайшее время тоже стоит ждать обновлений, расскажет Елена Саткеева. Ну а здесь у нас вот в чистом виде классическая литература. При расстановке мы учитывали запросы наших читателей. В первый день в обновленной библиотеке имени Виссариона Григорьевича Белинского «Аншлаг» и «Дизайн» приехали оценить первые лица и города, и края. Всего за полгода здесь сделали капитальный ремонт, закупили мебель и оборудование. Здесь появились сотни новых произведений различных жанров. Концепция библиотеки, связь книги и кино. Новое пространство станет центром притяжения для всего микрорайона, уверен глава города Сергей Еремин. Библиотека, ее не надо рассматривать, наверное, в неком таком уже консервативном аспекте. Библиотека — это такой социо-культурный деловой центр, который не просто, правильно тут прозвучала мысль, не просто хранилище книг, а это определенная душа микрорайона. Конечно же, время нам диктует, что современная библиотека — это не то, что в нашем старом понятии просто книгохранилище. Это такое пространство образовательное, не только образовательное, но и культурное. И я вижу, что вот эти вот моменты, они тоже учтены. И я поздравляю просто город Красноярск с еще одной вот такой обновленной библиотекой. Масштабный проект по обновлению библиотечной сети в Красноярске запустили три года назад. За это время в нашем городе модернизировали семь библиотек в разных районах. При этом проект реализуется и за пределами Красноярска. Сейчас, когда у нас эти библиотеки открыты и в Дудинке, и в поселке Дубинино-Шариповском, и в Минусинске, и в Каннске, и в Девногорске, в Сосновоборске. В этом году мы надеемся открыть библиотеки в Железногорске, в Бородино, в Лизосибирске. Вот мы видим, как библиотека меняет городское пространство. Пришли на открытие и ученики монтажного колледжа. Денис Проваленко отметил, пространство сейчас выглядит действительно современно. Он уверен, дизайн, функционал библиотеки и комфорт сделают свое дело. Да и множество современной литературы значительно привлечет молодежь. Я считаю, что книги надо читать. Это интереснее, чем читать их в том же телефоне. Так, в общем, понравилось. Будем приходить, брать, читать. Причем прийти в эту библиотеку можно не только за книгой. Здесь есть настольные игры, а также все оборудование для проведения различных тематических встреч. Библиотека открылась только сегодня, однако здесь уже проводят первые лекции мастер-класса. Например, в соседнем зале читают стихи, а здесь лучше делать так называемые буктрейлеры и видеоанонсы к книгам, что еще раз подчеркивает, библиотека идет в ногу со временем. Благодаря такому творческому подходу в других библиотеках по подсчетам сотрудников посещаемость увеличилась в три раза. Следующая на очереди библиотека имени Горького на улице Перенцона. Там уже начали ремонт. Открыть планируют в начале следующего года. Ну а тем, кто ищет книжного эксклюзива, приглашают завтра на открытие традиционной ярмарки Кряк. Елена Саткеева, Сергей Раков, 7 канал.